всем привет у меня существует запрос на видео о том ирина покажите ну как же там black piano та орхидея которая пришла из орг магазина в плохом состоянии мы вместе с вами после распаковки обнаружили желтение листа но было еле-еле уловимое заметное но я вам уже объяснила мой наметанный глаз знает что ожидать и как нужно действовать в этом случае поэтому вместе с вами все проделали несколько видео было посвящено этой орхидеи black piano и сейчас уже спустя почти два месяца вот прям посчитала я вам могу сказать что теперь есть что показать и рассказать как это было и что мы вместе с вами сейчас имеем вот такая орхидея black piano это орхидейка после того как приехала ко мне потеряла два листа активное гниение ствола вымокание стволика в нижнем уровне примыкания этой орхидеи к мху хотя растения пришли хорошо просушены все было отлично почему так орхидея себя повела мне непонятно вероятно какой-то локальный процесс он ночевал в нижнем уровне стволика и орхидея находясь в условиях посылки получила на себе расцветание этой инфекции которая была там 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 глубине в глубине давайте рассказываю что дело прям поэтапно вместе с вами сразу после вскрытия посылки мы покрыли нижнюю часть стволика неразбавленным топсин эмом у меня вот так он хранится в отдельной коробке всегда заказываю интернет-магазине вот этот я покупала аптека цветовода по моему в питере да недавно у васильевых я покупала делала заказ и покупала еще топсин там интернет-магазин группа вконтакте и там и там и поэтому девчонки кто хочет действительно покупать самые настоящие оригинальные препараты пожалуйста это не озон и валберес а именно вот эти сайты я только им доверяю препарата все нем препарат скорой помощи важно я вам рассказывала для того чтобы получить правильный процесс лечения орхидеи нужно мазать не то что мы видим именно там где поменяла орхидея цвет на желтый нет мы всегда опускаемся на пол сантиметра либо на сантиметр ниже туда я отобрала мох и покрыла стволик этой орхидеи топсином листик который выжелтевал я не убирала через три дня мне пришлось его снять и сделать повторную обработку топсин эмом этого места также заглублением обработать обязательно нижнюю часть ствола но уже немножко я вверх поднялась по листочку который сняла и вы знаете потом у меня где-то через две недели началось желтение второго нижнего листика после того как я увидела что желтеет второй нижний лист я взяла топсины развела пропорции 2 миллилитра на литр воды но взяла нужный объем да посчитала сколько мне нужно развести препарата в определенном объеме и полила корневую систему этой орхидеи дважды с интервалом в 10 дней именно топсин эмом мало того что я трижды обрабатывала стволик вместе инфицирования и там ниже я еще дала именно топсин эм внутрь в ткани растения чтобы поработать еще и системно этим препаратом на уровне клеток орхидеи вот сейчас я вам покажу что мы с вами имеем начался спустя два месяца рост верхнего листика конечно я вам говорила что орхидея имеющие инфекцию она обязательно затормозит в своем развитии что собственно и произошло все орхидеи которые у меня уже два месяца находятся после покупки в условиях коллекции они у меня уже дали по два домашних листа это не отдала не дала ни одного но вот сейчас уже после лечения я вижу прогресс прогресс появление нового листика но прогресс настал быстро после первого применения топсин эмо в полив через 10 дней я увидела сейчас я вам покажу вы видите сейчас прирост по корням после лечения видите да трижды покрыв нижнюю часть стволика вот там все лечила и вот здесь сейчас орхидея дала новые корни над местом инфицирования но после того как я полила орхидейку так давай я тебе достану моё халюсия тихо тихо после того как я полила единожды топсин эмо у меня сразу раскуклились корни через 10 дней я вам показала результат все это вы могли видеть этой орхидеи посвящено было три видео как минимум сегодня я снимаю четвертое потому что вы просите у меня показать я вам показываю вот как добилась я вот такого прироста вот такого результата все внимательные зрители те кто хотят услышать конечно же услышат и будут применять эти методы и получать хорошие результаты вот так сейчас выглядит орхидея смотрите какая красота конечно я очень хочу что вот это все пошло туда 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 в грунт но можно было бы сделать следующее присыпать поверхность посадки корой мелкой и но я это делать не буду потому что возникнет риск переувлажнения инфицированного и пролеченного стволика вот поэтому эту орхидею я содержу как содержу крайне аккуратно деликатно поливаю вот у меня полив был вчера вы видите намокание мха кома махового оно произошло но оно произошло так что смотрите вот внутри вот здесь у меня мог еле еле уловимо влажненький то есть переувлажнение верхнего уровня мха в уровне ствола не происходит я очень аккуратно поливаю эту орхидею от полива до полива у меня ну в принципе просыхает не только корневая система но и и маховой ком все у нас приросты отличные мы начали восстанавливаться на лечение и восстановление этой орхидеи у меня ушло ровно два месяца до инфицированные процессы очень тормозят развитие орхидеи и об этом я вам сказала дождаться сейчас цветение бы этой орхидеи но цветение вот в этом случае наступит не скоро я думаю что ну где-то полгода не меньше пока я так и и буду содержать пересаживать я ее не буду орхидея black piano в принципе вот сейчас у меня уже не вызывает никаких опасений и сегодня я вам еще хочу рассказать историю вот этой красоты наверное увидели да внимательные зрители кто любит разнообразные разноплановые темы которые я поднимаю своих видео вы посмотрите яркий пример цветонос из точки роста боятся ли таких проявлений на орхидеях сильно бояться не стоит такие орхидеи в девяносто наверное семи процентах дают деток детки появляются либо на цветоносах там где на орхидеи существуют живые почечки под чешуйками либо детки появляются прикорневые приствор при стволовые в вот здесь между узлеях пазухах и неоднократно на канале я вам показывала результат появления деток на орхидеях имеющих вот именно такие проявления где точка роста закрыта цветоносом оставшиеся три процента значит иногда бывает следующее поведение проявления на таких подобных орхидеях они просто пропадают у них не появляются детки у них начинают выжелтевать листья и орхидеюшка пропадает сбрасывает все что у нее есть но это всего лишь три процента это бывает крайне редко это зачастую такие орхидеи которые имеют какую-то локальную форму инфекции скрытой инфекции который поражено поражен кустик если на орхидеи все хорошо то в девяносто семи процентах она вам обязательно даст детку это орхидея магдалена свела после покупки вы видите какой у нее был цветонос шикарный вот два ответвления было и еще и макушка высоченная высоченная и вы знаете что я вам могу сказать я уже грешным делом к ней подходила спустя семь месяцев после того как орхидея все цвела и цвела магазином цветоносом я подходила и говорил мадам ты вообще когда скинешь цветы свои дашь мне детку она меня вообще не хотела слушать думаю ну может быть она во время цветения мне детку даст нет такого не произошло и вот как только это орхидея полтора месяца назад скинула последний свой цветочек и я укоротила у этой орхидеи цветонос ведь я живую почечку оставила потому что вот такие почечки они могут дать появление детки под этой чешуйкой не обязательно здесь может появиться цветонос а именно детка потому что предпосылки для появления новых деток именно орхидеи с такими проявлениями они очень-очень большие давайте смотреть что происходит поливала я эту орхидею пару раз аминосила после того как срезала цветонос думаю дай-ка я ей сейчас что-нибудь такое этакое дам и один раз в интервале между поливом с применением аминосила я полила ее монокалия фосфата для того чтобы усилить и иммунитет укрепить корневую систему дать хороший прирост по корням в результате подачи калия удобрение минеральное давайте смотреть что на ней происходит сегодня подхожу к ней и говорю ну что детку ты не родила мне так давайте-ка я не буду ее доставать она там у меня полита и вот кручу верчу не вижу думаю ну когда же ты мне что-нибудь такое дашь вот все обсмотрела у нее посмотрела и туда даже заглянула думаю ну где где детка а детка спряталась вон она торчит голубушка вот она под корешочком смотрите какая красота но темно-баклажановая молодая детка молодой росток кстати вот знаете он как-то на глазах растет я увидела обнаружила его утром сегодня у нас уже время после обеда и вот он увеличился наверное где-то на одну четвертую очень быстро растет когда орхидея дает детку нужно обратить внимание на то для того чтобы детка росла сейчас эту орхидею раз в месяц и я буду поливать удобрениями где формуле нпк будет повышено содержание азота то что дает хороший прирост и развитие молодых кейков но конечно же я буду не забывать про то что и там калий должен присутствовать и фосфор должен присутствовать и богатый состав по микроэлементам микроэлементов чем больше тем лучше между поливами вот такими минеральными удобрениями я буду поливать орхидею шку чередуя допустим полила сегодня минеральным составом до удобрением следующий полив я дам чистую воду потом я могу взять какой-нибудь органический состав тот же самый гуми с аминокислотами любые составы стимулирующие составы те которые будут отвечать за прибавку в росте именно детки матушка то развиваться не будет мы делаем усилия прилагаем усилия именно для того чтобы развивался молодой кейк в этой ситуации вот именно орхидейку с такими проявлениями не нужно поливать удобрениями которые будут стимулировать цветение это как правило заниженное содержание азота и повышенное содержание фосфора и калия в этой ситуации это будет ошибкой подбирайте удобрения где формуле нпк будет в повышенных значениях находиться азот но опять таки во всем должна быть мера не переусердствуйте чтобы не погубить молодую детку сегодняшнем видео понемножку обо всем надеюсь информацию которую вы сегодня услышали пригодится вам и окажется весьма полезной ну а нам остается пожелать вам всего доброго здоровья и благополучия смотрите какая красота а вот бипка смотрите растет всего вам самого-самого наидобрейшего всем пока пока до новых встреч и